Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Народная волна. Ну что ж, уважаемые дамы и господа, в эфире, наверное, назовем это так, вторая часть неполиткорректного ток-шоу Сергея Зацепина, так как первая часть у нас произошла в 12 часов дня, сегодня. Ну, а те, которые не успели ее прослушать или задать вопросы, просто для вашего сведения, мы говорили о состоянии нашей экономики, о том, что у нас, в принципе, совсем все не так плохо, и стак-маркет потихонечку с некоторыми перепадами наползет вверх. Ну, и, в принципе, у нас все не так плохо. Безработица по-прежнему практически на 3,5%. Увеличение наших зарплат выросло до 3,1%. Ну, в общем, короче, показатели неплохие. Экономика работает, и Федеральный резерв уже объявил о том, что намерен урезать немножечко учетную ставку. Так что, кстати, всем тем, которые давно не перефинансировали свои частные собственности, вы, пожалуйста, свяжитесь с вашими моргидж-брокерами, узнайте, может быть, есть смысл перефинансировать под более низкий процент и тем самым сэкономить небольшую сумму денег. У нас есть звонок, давайте примем, потом продолжим. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Это Сан-Диего беспокоит вас. Привет, Сан-Диего. Солнечный город Сан-Диего. Да, Анатолий, я не успел вам задать вопрос в первой части. Да-да, пожалуйста. Я хотел бы, чтобы вы подтвердили или отвергли. Я нашел такую информацию на интернете, вроде бы официально, что Трамп остановил оплату всех отпускных Камарили Обама, его секьюрити, и на этом сэкономил 2 миллиарда и одна десятая долларов. Вы слышали такое? Нет, честно, нет. Но это не значит, что его не было. Просто, может быть, я где-то пропустил. Я обязательно проверю свои источники. Очень интересная новость. Там на 20 лет ему и все его Камарили должны были платить деньги отпускные. 20 лет. И все секьюрити, которые у него, и вся его семейка. Ну, это просто кошмар. Да, я обязательно проверю, обязательно. И я вам завтра же об этом доложу в нашей программе «Народная трибуна». Обязательно. Спасибо вам. Будьте здоровы. Ну вот, есть информация, которую нужно будет проверить. Интересно, честно, прошла мимо меня. Если это действительно правдивая информация. Итак, номер телефона в студии 847-400-5200. Слышать вы нас можете на нашем веб-сайт radio-nvc.com. Слышать и смотреть вы можете нас на нашей страничке Facebook RadioNVC, на нашем YouTube-канале RadioNVC. Зайдя на канал, пожалуйста, нажмите кнопочку регистрации или subscribe. Кстати, у нас очень-очень действительно хорошие новости в отношении наших слушателей, людей, которые за нами следят, следят за нашими программами. Я буквально, по-моему, в среду объявил, не в среду, прошу прощения, во вторник я объявил о том, что у нас было зарегистрировано 9918 подписчиков на канале YouTube. Так вот, эта цифра со вторника и до сегодняшнего дня уже выросла до 11 тысяч, там, с небольшим. То есть, мы идем в правильном направлении. Спасибо вам всем огромное за вашу поддержку, за ваш интерес к нашим программам. Пожалуйста, продолжайте в том же духе. Нам это очень, или для нас это очень важно. У нас есть звонки, давайте будем принимать. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. А, да? Да, да, говорите, пожалуйста. Вы знаете, я запуталась между нами, Радианна. Скажите, пожалуйста, у вас сегодня выступал при советском Израиле? Да. Она говорила о том, что сейчас Израиле добавляют деньги по Холокасту, и государство не будет обращать внимание на то, сколько человек получает от государства и так далее. У нас в Америке, в Чикаго, все совсем иначе. Если у вас есть футстемпы есть, если у вас есть уход есть, а вам это же не надо, надо срезать, надо сейчас, в последнее время прошло резкое срезание. Вы понимаете, нам дают уход по дому, но если они выполняют 25% того, что нам дают, это хорошо. Вы же все, наверное, знаете. Да, конечно, конечно. Например, у меня 60 часов, если она работает 15 часов, это хорошо, должна быть я благодарна. Я не имею сказать слово против, потому что если я скажу против, у меня вообще никого не дадут. Вот. И футстемпы тоже. Значит, дети государства дают, она считает, что нам для питания, для всего мало. И нам дают футстемпы. А, это локация теперь, а, вы получаете футстемпы, у вас есть уход, давайте срежем тот, срежем другой, срежем третий третий. Я просто говорю для вашего сведения, но, конечно, нам ничем не можете помочь, но, к сожалению, это так происходит. Но, вы знаете, я вам, тем не менее, благодарен за ваш звонок. Почему? Это очень много значит именно для того, спасибо вам огромное, просто будьте здоровы и все. А остальное, будьте здоровы. Все, самое главное. Спасибо вам. Я вам объясню, почему это настолько важно. Потому что некоторые люди пожилого возраста, живущие у нас в штате, считают, что у нас все хорошо, у нас все замечательно. И мы просто ходим и плачем у кого-то на плече. Мы не плачем. Это вот вам еще одно, пожалуйста, подтверждение того, что мы говорим правду. Вот женщина позвонила и сказала, там урезают, тут урезают, тут не выполняют. Дорогие мои, вот поэтому они урезают и не выполняют. Потому что наш штат, к сожалению, вот тот, который у нас есть. Где деньги разворовываются, где деньги не доходят до так называемых людей, которые нуждаются в этой помощи. Но зато мы являемся штатом-убежищем. И об этом с гордостью объявил и наш губернатор штата Притскер, и мэр города Чикаго Лори Лайтфуд. Что мы теперь будем вот на стороне нелегалов. Теперь мы будем помогать им. Почему? Потому что те, которые живут в нашем штате, ну они вот такие заезженные лошадки, на которых можно постепенно передвигаться. А вот те, которые нелегалы, это свежая кровь в казну. В ней не в казну, а в копилку демократических голосов. Вот теперь мы будем отдавать им предпочтение. И теперь это то, о чем и я, и Сережа вам постоянно говорим. И постоянно вас, мы вас не пугаем, мы вам не пытаемся испортить настроение. Мы просто чисто констатируем факт того, что происходит в нашем штате. И я просто честно надеюсь на то, что все-таки, ну когда-то, все-таки восторжествует справедливость. И может быть у нас в штате все-таки произойдут какие-то перемены, которые действительно будут улучшать жизнь жителей штата, а не загонять их в гроб. Вот такими решениями, которые принял Притцкер, тем, что он будет поднимать налоги. Ему нужно найти где-то 45 миллиардов долларов для того, чтобы как-то якобы отстраивать дороги. Но мы все прекрасно понимаем, что никуда эти деньги по назначению не попадут. Они будут разворованы в лучшем случае на полпути, а в худшем случае на самом взлете. И на этом закончится вся наша, как говорится, налоговая обязательность, должность. К сожалению, это очень неприятно, это очень больно действительно, потому что наши пожилые люди, они действительно нуждаются в помощи. Это люди, которые сегодня являются самыми незащищенными в нашей общине, в нашей стране, в нашем штате. Это действительно люди, которые зависят от каждой копейки, которую им штат выделяет. И тем не менее штат считает, что они имеют полное право. Я имею в виду, что штат имеет полное право. Как говорится, я дал, я их забрал. Ну вот, это то, что происходит, к сожалению, в нашем штате. Ну, теперь давайте немножко поговорим, об экономике мы поговорили. Я бы хотел еще поговорить вот на такую тему. Мы все знаем, что в следующую среду, через неделю, вот буквально следующая среда, 17 число, назначены слушания в комитетах по разведке и юридическом комитете, палаты представителей, по слушанию баба Мауэра. Вот, ну и вот теперь я бы вам хотел рассказать то, что сегодня происходит за закрытыми дверьми, вот по поводу этих слушаний. Значит, мы все прекрасно понимаем и знаем о том, что сегодня в палате представителей большинство имеют демократы. Отсюда идет вывод того, что в каждом комитете палаты представителей большинство принадлежит демократам. Так вот, чтобы по закону, по конституции, давайте говорить так, по конституции, когда тот или иной комитет назначает слушание, неважно, какой комитет, один из комитетов нижней палаты, когда назначают слушание, есть определенный регламент, который записан в конституции. И этот регламент звучит примерно так. Так, значит, председатель комитета имеет право на получасовую беседу или получасовую речь, причем он может это время использовать, как он или она захотят, то есть, либо просто толкать речи, либо задавать вопросы человеку, которого вызвали на слушание, но, тем не менее, имеет право на полчаса своей речи. Такие же полчаса имеет наивысший чин оппозиционной партии, в нашем, в данном случае, это партии республиканцев. Значит, наивысший чин в той или иной палате от республиканцев имеет также право на получасовую речь. Все остальные члены этого комитета имеют право на пятиминутную речь или на пятиминутное задавание вопросов. То есть, они имеют право использовать свои пять минут по своему усмотрению. Они не могут перейти за черту пяти минут, но в полные пять минут они имеют право делать с ними, что они хотят. То есть, опять же, либо толкать речи, либо задавать вопросы. Ну, вот так записано в Конституции о слушаниях, о собрании в комитетах. Теперь, что пытаются сделать на сегодняшний день в комитетах Джерри Недлер, это председатель комитета по юридическому комитету, и Эдам Шефф, это председатель комитета по разведке Нижней палаты. Так вот, они же не могут поменять Конституцию самолично, как говорится, саморучно. Но, тем не менее, что они пытаются сейчас сделать? Они пытаются уменьшить. То есть, давайте сначала так. Все прекрасно понимают, что будет происходить на этих слушаниях. Значит, пригласили Баба Малера. Даю вам такую картинку визуальную. Вот сидит Баб Малер, и ему задают вопросы. Или не задают вопросы, а просто толкают речь. Значит, уже заявили демократы и в одном и в другом комитете, что они будут использовать это время для того, чтобы озвучивать вот тот рапорт, который Малер предоставил на, как говорится, рассмотрение Бару и всем представителям правительства. Ну, значит, то есть, что мы, о чем идет разговор? Это будет постоянное промывание костей Трампа, его, в кавычках, сообщников, то есть, членов его семьи, членов его администрации, его адвокатов, ну и так далее. Это будет просто чисто такое методическое промывание костей с таким садистским уклоном. Почему? Потому что они будут говорить все, что они хотят, им никто не имеет права закрыть рот или возразить. Теперь, это то, что касается демократов. Это причина, по которой они собирают вот это слушание, потому что иначе им, в принципе, больше делать там нечего. Рапорт уже все читали, которые хотели прочитать, уже все его видели, все знают, что в нем написано, и тем не менее. Так вот, а вот республиканцы, вот у них есть просто прямой интерес задать вопросы Бабу Малеру, которые ему очень будет неприятно и неудобно отвечать. Так вот, для того, чтобы сократить количество вопросов со стороны республиканцев, и в одном, и в другом комитетах, пытаются сократить время. То есть, чтобы вы поняли, дорогие мои, нигде не написано о том, сколько должны продолжаться эти слушания. Эти слушания, по идее, они должны продолжаться до тех пор, пока не выступят все стороны. Вот, допустим, чтобы вы понимали, в юридическом комитете палаты, там, по-моему, если я не ошибаюсь, 41 человек членов этого комитета. 41 человек. Учитывая то, что председателю комитета дается полчаса, и полчаса дается, так называемому, high-ranking member, то есть, члену самого высокого ранга от оппозиционной партии, это уже час. Дальше мы имеем 41 человек, которому каждому дается по 5 минут. Вот, представляете, то есть, сколько должны примерно продлиться слушания. Так вот, что пытаются сделать демократы, вот это то, что они сейчас обсуждают, просто лихорадочно пытаются это провести в жизнь, они пытаются сократить время слушания, просто время слушания, и дать на все слушания всего-навсего 2 часа. Что это будет значить? Это будет значить, что демократы сумеют задать вопрос, республиканцы не сумеют задать вопрос, не смогут. Вот то, что происходит сейчас, вот эти вот обсуждения происходят якобы за закрытыми дверьми вот этих двух комитетов. Вот вам, пожалуйста, то, что сегодня пытаются сделать демократы. И вот это, именно это, меня приводит к мысли на то, или о том, что, если мы проследим за всем тем, что происходило, начиная вот с 15-го года, почему с 15-го? С того года, когда начались предвыборная кампания по перевыборам, ну, вернее, не перевыборам, а по нашим выборам с 16-го года. Компания эта началась в 15-м году. И вот если любой человек, который действительно следит за тем, что происходит, если вы возьмете все те происшествия, все те непонятки, которые происходили во время вот этих всех перевыборов, потом, вернее, предвыборной кампании, потом general election, это выборы между Клинтон и Трампом, потом инаугурация Трампа, потом то, что происходило с так называемым сговором с Россией, с препятствием правосудию. И то есть все то, что происходит, почему, вот если задастся вопросом, почему демократы так ненавидят Трампа? Вот почему? В конце концов, ведь он им ничего, в принципе, плохого не сделал, кроме того, что он их снабжал финансами на их нужды, на выборные, выборочные, прошу прощения, на предвыборные кампании, на и так далее, то есть на их политическую деятельность, ведь он снабжал демократов деньгами, это все, в принципе, об этом все знают, не только демократов, он снабжал и республиканцев, короче, это бизнесмен с большой буквы, который умел делать дела, и он понимал, что простая пословица «не подмажешь, не поедешь», никогда никто еще этой пословицей и этого действия не отменял. Так вот, почему же демократы так ненавидят Трампа? И второй вопрос, почему некоторые республиканцы настолько ненавидят Трампа? Ну и вот начинаем следить за тем, что происходит. Если мы действительно углубимся в это дело, вы поймете, что вся деятельность демократов, начиная с администрации Обамы восьмого года, вся деятельность демократов была направлена на то, чтобы каким-то образом изменить Конституцию Соединенных Штатов. Давайте я возьму звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, вы задаете вопрос, почему они так ненавидят Трампа? Так на это же есть совершенно элементарный ответ. Прошу. Они его ненавидят, потому что он не из их царапкопа. Они его ненавидят, потому что он сказал, что он хочет осушить это болото. И это не только демократы его ненавидят и боятся, а в том числе и республиканцы, у которых рыльца в пушку. Вот они смертельно всего этого боятся. И поэтому они так его ненавидят и так его хотят убрать, пока он уже начинает подчищать. Но это самое их страшное как nightmare. Это самая страшная перспектива для них. это же ясно как божий день. Спасибо большое. Спасибо. Я прошу прощения, просто мне нужно уйти на рекламу. Вы, конечно же, абсолютно правы, но я после рекламы вам предложу несколько примеров более конкретных, почему они его ненавидят. Поэтому оставайтесь с нами, я думаю, что будет интересно. Спасибо за то, что остаетесь с нами. Мы возвращаемся в передачу «Неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина». Я Анатолий Червец, ее ведущий, номер телефона в студии 847-400-5200. И я бы хотел продолжить, просто привести вам несколько примеров того, почему все-таки конкретно демократы настолько ненавидят Трампа и почему они прилагают всяческие усилия для его смещения или для того, чтобы от него просто избавиться. Итак, если мы начнем буквально с президентства даже Джорджи Буша в принципе, ведь на тот момент республиканцы, да, произошла ужасная трагедия 2001 года, то есть 11 сентября, которая не только была ужасной трагедией, она, конечно, всколыхнула всю страну, как-то ее вроде бы немножко сплотило, в том смысле, что у нас появился какой-то общий враг, с которым Америка должна была бороться, и вот все усилия были направлены именно на эту борьбу, и как-то политика, если, вот те люди, которые помнят времена Джорджа Буша младшего после 9-11, вы можете понять, что как-то политика начала потихонечку ходить на второй план по сравнению вот с борьбой с Талибаном и с Алкайдой и так далее. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Я уже могу говорить? да, пожалуйста. Я вспомнил одну хорошую нашу поговорку на площадке 2, игра была равна и на площадке вот то, что дальше идет. Да, 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 очень серая, ее серой игрой даже не назовешь, но самая страшная другая, что последняя информация на компьютере капитан команды сказала, что если нас позовут в Белый дом для поздравления, мы туда не пойдем. Вот это вот очень интересно. Они как играды, такие они и есть. Спасибо. Да, 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 спасибо вам огромное, спасибо. Итак, политика во времена, ну вот будем говорить так, на закате Буша-младшего как-то ушла на второй план, мы очень сильно углубились в войну в Ираке, в охоту за Самой Бен Ладеном, не говорю о том, что этого не нужно было делать или нужно, я сейчас не даю оценку тому, что происходило тогда. Да, я просто констатирую факт того, что политика как-то ушла на второй план и республиканцы просто как политики, они просто уснули. Вот просто уснули. Они фактически ничего на тот момент, вот в то время, республиканская партия практически палец о палец не ударяла для того, чтобы как-то что-то всколыхнуть. И когда на арене появился Барак Хусейн Обама и когда начали, ну вы все помните прекрасно, я не буду сейчас об этом углубляться в это, вы помните, кто ему противостоял, конечно же, там даже близко не было вариантов никаких и поэтому Барак Хусейн Обама с провальным счетом победил, выскочил на пост президента и вот тут начался закат Америки как страны, которую мы знали. Будем говорить так. Почему? Потому что с тех пор, как Обама стал президентом, республиканцы вообще ушли в оппозицию, то есть вообще палец о палец не ударяли. Единственное, что они делали, они голосовали против. То же самое, что в принципе делают сейчас демократы, но республиканцы это делали с такой опаской и настолько вяло и настолько кстати под управлением Пола Райана между прочим откуда ноги растут вот Пол Райан он сказал, что вот у нас в палате представителей ну Мич Макканул это вообще там не о чем говорить. Итак, эти два лидера республиканской партии просто ушли в глубокую спячку абсолютно перестали противиться просто сдались и начали честно и тихо и честно зарабатывать себе в копилку деньги. Все. И вот тут произошел как говорится разгул демократической партии, где все что нужно было все протаскивалось причем без всяких сопротивлений никто никому не противился значит все было сделано рощерком пера мы все помним выражение Обамы что раз такое дело теперь я буду править телефоном и ручкой то есть он будет делать звонки тем кому нужно и своей собственной ручкой я имею ввиду пишущей будет подписывать так называемые руководящие законы или указы это не закон мы все прекрасно понимаем что произошло тогда когда вдруг образовалось такое понятие как дака ведь в принципе дака вообще непонятно откуда оно вышло оно непонятно не то что вышло это же не закон это был просто указ Барака Обама о том что вот на следующие полгода я даю разрешение на то чтобы вот эти люди там жили спокойно процветали работали учились и так далее а вот через полгода мы начнем принимать какие-то решения вернее через полгода мы ее либо продлим либо мы ее уберем то есть это был обыкновенный так называемый executive order это не был закон он не прошел ни через одну палату он не прошел не через я имею ввиду он не прошел ни через нижнюю ни через верхнюю палату его просто руководящим рощерком пера привели в исполнение теперь следующее что у нас произошло с нашим Обама Кер нам под покровом ночи просто протянули закон который вообще по идее не должен был быть изначально почему потому что он был провальным изначально провальным если вы за этим если вы возьмете и разберете его поэтапно любой человек который хоть мало-мальски понимает что из себя представляет Обама Кер вы поймете что они путем того что они вывели большинство то есть те условия которые они создали для страховых компаний они этими условиями практически вывели из строя 80% если не больше компаний которые существовали вот допустим у нас в штате или там в других штатах если у нас раньше существовало там 10-12 компаний которые продавали страховку на здоровье вдруг у нас осталось сначала там 5 компаний потом 4 компаний потом 3 компаний сегодня у нас практически практически одна компания это блокросс бушил которая имеет там 3-4 разных плана все то есть во-первых они полностью убили конкуренцию в страховом бизнесе во-вторых то что они вам сказали что мы покроем при экзистинг кондишен да мы их покроем пожалуйста но у кого же есть деньги воспользоваться той страховкой которой они собираются покрывать при экзистинг кондишен вот скажите мне пожалуйста если вы человек который должен купить вашу страховку так называемый обама кер ну или как называется marketplace да я почему этим не занимался специально хотя я страховой агент потому что я не мог обманывать людей до такой степени что это значит это знаю а у людей другого выхода не было это значит так значит я вам сегодня даю план который покрывает вашу при экзистинг кондишен но в этом плане такой дедактабл вы себе просто не можете позволить его оплатить все точка и вот тут получается это называется шах и мат вроде бы оно есть око видит да зуб не имет вот что такое обама кер поэтому все те которые мне кричат вот они они если трамп выиграет они уберут мы потеряем при экзистинг кондишен да вы ну окей вы потеряете а что у вас оно сегодня есть оно есть только на бумаге кто может себе сегодня позволить вот если семья из трех человек и у них дедактабл шесть тысяч на человека кто может себе позволить какая семья потратить восемнадцать тысяч в год это только на дедактабл мы не говорим еще о копей мы не говорим там и еще о каких-то этих расходах понимаете вот вам пожалуйста вот вам ваш преэкзистинг кондишен значит у вас есть два выхода либо вы настолько бедный что вы получаете медикейд медикейд не медикер а медикейд и тогда у вас да у вас вроде бы покрыты ваши преэкзистинг кондишен и попробуйте с вашим медикейдом найти специалиста который будет вас лечить попробуйте если же вы не настолько бедный если у вас есть какая-то маломальская зарплата значит вам нужно будет да вам будет дешевле стоить страховой план то есть если он не по бедности будет стоить например полторы тысячи в год на семью то через marketplace он вам будет стоить там 600 долларов на семью но эти 600 долларов вы же не забывайте что там еще есть дедактабл по 6 тысяч каждый и вы не забывайте о том что она покрывает только 80 процентов а кто покрывает 20 процентов понимаете поэтому вот что нам предложил наш господин обама который мы вот все кричим вот у нас обама кер и ничего лучше пока еще не придумали вы не поняли ни ничего лучше не придумали а хуже ничего придумать было нельзя и если бы не вот та ситуация которая сложилась с нэвер трамперами в нижней палате и в сенате мы бы уже давно не имели эту обама керр и мы бы уже давно имели абсолютно другие планы которые пожалуйста предлагают сплошь и рядом прошу прощения перезвоните пожалуйста я видел что вы звонили я хотел закончить свою мысль итак понимаете поэтому вот вам обама кер вот вам дака добрый день вы в эфире добрый день анатолий вообще-то если разобраться что такое проэкзистинг кондишен это я сказал плевать мне на все я не буду покупать тратить свои деньги на иншурс да а вот когда я заболею я запишусь и пускай за то что другие когда-то платили меня лечат абсолютно абсолютно это вообще не может быть не может быть лечить проэкзистинг кондишен да есть много подводных камней допустим я был под одним иншуренсом я уволился с этой работы там у меня началась проблема пришел на другой там другая они говорят это было под другим но я могу тут уже через юридический городской один из них платит этот иншуренс или тот да когда вообще не было иншуренца когда началось и до начала болезни человек игнорировал и ехал на чужой шея собственно говоря хочет чтобы люди которые платили платили за его лечение извините но это же да так оно и есть абсолютно так оно и есть спасибо большое абсолютно так оно и есть но самое страшное во всей вот этой катавасии с обамакер была одна вещь для того чтобы людей повесить на вот эти обамакер была поднята вернее я прошу прощения опущена планка черты бедности вот что произошло и вдруг 26 миллионов людей которые бы никогда в жизни не подходили бы под обамакер они вдруг из-за того что опустили планку черты бедности если раньше черта бедности была например 23 тысячи на человека заработок а ее взяли и опустили до 16 и вдруг половина нашего государства оказалась за чертой бедности и оказалась годна к тому чтобы покупать вот этот маркетплейс но ведь они рассчитывали не на это ведь весь расчет был не на тех людей которые больные или бедные весь расчет был на то что вот этим своим мандатом обязательным мандатом что они заставят молодежь подписываться на эту обамакер и вот эти молодые здоровые ребята которым или девочки которым в принципе не нужна страховка будут оплачивать вот тех которым сегодня страховка нужна понимаете вот где они просчитались а люди сказали знаете что пошли вы в баню с вашим мандатом я лучше заплачу 950 долларов в год штраф ну или текст так называемый и сэкономлю тучу денег чем я пойду сейчас покупать вот эти вот страховки которые вы ерунду которую вы предлагаете и вот тут вся вот эта обамакер фактически провалилась потому что это то что они построили они просто создали пирамиду низы платят за верха а верха постепенно уходят и низы поднимаются вверх под них идут следующие низы то есть обыкновенная пирамида ммм но только в смысле здравоохранения вот и все вот вам ваша обамакер но люди которые сегодня находятся на медике на медике да это те люди которые кричат чего нормальная программа все в порядке все хорошо ну да вам она нормально потому что вы за нее не платите а вот те люди которые за нее должны платить вот этим люди то есть те которые сегодня за нее не платят вы в свое время такой лажи прошу прощения не имели когда вы работали а вот теперь ваши дети и ваши внуки погрязли вот в этом дерьме по колени только для того чтобы как-то оплатить вашу страховку вот чем идет разговор так вот опять же значит мы имеем дака которую протащили без слова без писка из подреспубликанцев без писка мы протащили обама кер без писка из подреспубликанцев мы они тащили все что они могли все что они хотели вплоть до того что они пытались просто поменять конституцию почему во первых очень многие люди вообще не понимают что такое конституция прошу прощения но конституция в америке была написана не для того чтобы управлять людьми а для того чтобы управлять государством конституция соединенных штатов ограничивает права правительства своими определенными статьями почему потому что если бы не было этой конституции вы бы сегодня все были бы ну либо рабами либо рабовладельцами ну и так далее понимаете поэтому демократов конституция не устраивает ни в коем случае по одной простой причине им нужна власть все точка им нужна власть они должны решать кому вы идете к врачу они должны решать когда вы едете на в отпуск они должны решать сколько денег вы получаете они должны решать сколько денег вы платите в налогах вот это то чего добиваются демократы и для этого им конституция как кость в глотке понимаете им нужно ее менять Почему вы думаете, уже пошли разговоры о том, что надо увеличить количество судей в Верховном суде? Почему пошел разговор о том, что уже надо вот этот колледж, electoral college, нужно вообще упразднять? Почему вы думаете, что нужно упразднять нашу пограничную службу? Почему нужно упразднять, там, прикручивать гайки к полиции? Потому что этим, по понятию демократов, должны управлять демократы. Ни в коем случае никто другой. И вдруг, откуда ни возьмись, появляется Трамп. Человек, которому абсолютно фиолетово, так чтобы не сказать хуже, чего добиваются демократы? Он понимает, при всем при том, что у него полно денег, у него семья обеспечена, наверное, на 25 поколений вперед. Это человек, который понимает, что если дать демократам победить, это будет конец Америки, такой, которую мы знаем. Понимаете? И вот сейчас вам, лично всем, каждому из вас показывают вот эти демократы, на что вы можете рассчитывать, если уберут Трампа. Хотя у нас есть такие, даже в нашей общине, скажу честно, ну просто противно на это смотреть, но что делать? Это жизнь. Даже в нашей общине существуют люди, которые спят и видят, чтобы Трампа убрать. Хотя, что они собираются делать потом, я просто без понятия. Так вот, почему Трамп стал такой костью в глотке демократов? Да потому что он идет против всего, он единственный. Он вдруг разбудил республиканцев от их вот этой 15-летней спячки. Просто разбудил их. И сказал, ребята, вы что, с ума посходили? Вы что делаете? Вы кому страну отдаете? Кого вы пытаетесь, если вы сегодня не всколыхнетесь и не начнете действовать? Вы потеряете не только ваше богатство. Вы потеряете ваши свободы. Вы потеряете все, что сегодня, то, чем мы пользовались все эти годы. Свободой. Мы пользовались свободным рынком. Мы пользовались демократией. Не демократами, а демократией. И вот тут Трамп им стал просто костью в глотке. Потому что, по идее, если вы проследите то, как это все должно было работать, значит, Обама начал развал этой страны. Хилари Клинтон должна была этот развал на протяжении следующих 8 лет продолжить и привести в действие вот эту машину социализма. Вы не думаете, вы что считаете, что Акасия Кортес появилась как? Вчера проснулась и сказала так, пойду-ка я там немножко эту клетку немножко растолкаю. Нет. То есть это люди, которых готовили. И не просто так это все происходит. И поэтому, знаете, есть такое понятие. Человек вырастил крокодила, который ему потом же откусил ту руку, которую он этого крокодила и выращивал, вскармливал. Вот они сегодня уже, я имею в виду демократы, вот эти вот динозавры, демократы, Кипа Полоси, Шумер, Шеф, ну вот это вся Лихий, вся эта братья, они уже сегодня понимают, что им на пятки наступают намного радикальнее, намного круче, намного просто безбашеннее. Вот эти молодые, абсолютно, ну не понимающие того, что они делают. Но тем не менее, вот они считают, что это все правильно, типа Кортес, вот это Ирхан Умар и так далее. Понимаете? Вот почему Трампа нужно убрать, я имею в виду, с точки зрения демократов, нужно убрать любой ценой. Просто любой ценой. Потому что они понимают, что если они его не уберут сейчас, и он выиграет еще 4 года, он докажет стране, наконец-то, уже остальные, которые всю эту спячку пропустили, он им докажет, он их взбодрит и покажет, что ребята, давайте, давайте что-то делать. У нас есть ровно 4 года, а там еще неизвестно, а вдруг, вот как с Реганом в свое время, 8 лет Реган и 4 года Буш, все-таки 12 лет. Если будет в стране нормальная жизнь, нормальная экономика, нормальные законы, то потом уже демократам будет намного тяжелее, потому что тяжело людей переводить из, прошу прощения, из конфеты в дерьмо. Намного проще из дерьма в конфету. Но самое интересное то, что демократы не собираются никого, ни в какую конфету не вводить. Вот поэтому, дорогие мои друзья, ну, время мое, к сожалению, подошло, но я, по крайней мере, вам дал понять, что я по этому поводу думаю. Спасибо огромное.